Суд вопроса. Вы в каждом выступлении в ваших книгах говорите про 1000 долларов или 500 долларов дохода в месяц. Многие зарабатывают около от 100 до 200 долларов в месяц. Можно ли подняться со 100 долларов зарплаты, накопить капитал, открыть свой бизнес без кредита от банка? Вся проблема в твоем мышлении. Твое мышление сейчас видит на уровне 100 долларов. В одном из видео вы сказали, что не говорите людям брать кредиты. Но в своем книге «Стратегия мышления богатых и бедных людей» на странице 109 вы говорите, если нужны деньги для бизнеса, идите в банк и возьмите кредит. Какие советы можете дать, чтобы увеличить продажи? И благодаря этому смогу вылезти из долгов. Теперь, что вам надо делать, чтобы добиться успеха? Свой талант превращайте в доход. Преста несколько вопросов. Хотел открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Это целью, чтобы помогать большее количество людям. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители, уважаемые наши ученики. Добро пожаловать в нашу рубрику «Вопросы до Влатова». Хочу ответить на несколько ваших вопросов. Я сейчас общаюсь с вами с Флодельфия, это Соединенные Штаты Америки, штат Пенсильвания. Хочу ответить на несколько вопросов. Пожалуйста, ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым друзьям. Кому могут быть полезны наши рубрики. В комментариях обязательно напишите, пожалуйста, свои выводы и что ценное вы получили из этих ответов. Если видите под это видео, в нашей электронной почте, оттуда напишите свои вопросы. Обязательно мы отвечаем. Сдавайте актуальные вопросы, мы обязательно отвечаем. Если на ваш вопрос сразу не выходит ответ на какую-то рубрику, значит, похожие вопросы были очень много. И я, значит, много раз ответил на похожие вопросы. Просто нужно другие записи посмотреть, вы это видите, найдете ответ. Хорошо? Здравствуйте, меня зовут Елена, мне 30 лет, работаю в библиотеке. Зарплата небольшая, 60 тысяч деньги. Когда не было долгов, мне доходов вполне хватало. Начало влезать в долги на обучение, совершил ошибку. Чтобы вылезти из долгов, нужно больше зарабатывать. Параллельно с работой. Развиваю свое дело, но продаж мало. Я художник, пишу картины. Это поначалу было просто хобби. Теперь хочу развивать как успешный художник, продаваемый. Но работу я, естественно, пока не оставляю. Какие советы можете дать, чтобы увеличить продажи? И благодаря этому смогу вылезти из долгов. Прочитала вашу книгу «Долги тают на глазах». Уважаемая Елена, если вы хороший художник, талантливый человек и так далее, это очень хорошо. Это очень хорошо. А то, что вы попали в долгах, то, что вы брали долг, чтобы учебу сходить и так далее, это бывает. Это бывает, это такое, это естественно. Тем более для нашей сегодня, для того, чтобы добиться большего успеха, надо учиться, надо знать, надо стать профессионалом. Поэтому то, что вы брали деньги на учебу, если вы учились именно то, что делает вас сильным, то, что делает вас умным, то, что вас делает более сильнее и мудрее, это хорошо и это нормально. Так что это не расход, это инвестиция. Теперь, что вам надо делать, чтобы добиться успеха? Два важные вещи. Первое. Начните участвовать, пожалуйста, в какие-то выставках. Начните участвовать в какие-то выставках, что в вашей картине. Люди увидели. Люди же не могут купить в вашей картине, если они не знают. Это первое. Если в выставках участвовать будут какие-то затраты, какие-то расходы и так далее, начните по соцсети продвигать свои картины самому. Ничего сложного. Возьмите, учитесь, пожалуйста, как посты делать, как продвигать, создать свою страничку в Инстаграме. Показывайте, как вы рисуете, какова философия в вашей картине, смысл в вашей картине и так далее. Начните продвигать свои картины сами. Продавайте по соцсети, потому что соцсети – это самый выгодный вариант создать рынок для своей услуги, для своей продукции. Это метод, как вы создадите рынок для своей продукции, потому что обязательно появятся люди, кому нужна, кому нравится ваша картина. И третья вещь – создайте курс. Обучайте людей, которые хотят стать художниками. Создайте хороший курс. Именно если у вас есть этот талант, этот талант превращайте в деньги. Талантливый человек не должен нуждаться. Талантливый умный человек не должен в долгу жить, и он обязан создать себе и свою семью хорошей жизни. Вы обязаны это делать, хорошо? Поэтому принимайте такое решение, что я могу, если у меня есть такой талант, я могу хорошо жить. И тогда у вас это будет. Создайте курсы. Просто создайте хорошие курсы по обучению художников и так далее. Я могу гарантию вам дать, что быстрее вы вылезете из этих, скажем, долгов и так далее. И еще дальше у вас появится дополнительный источник дохода. Так что свой талант превращайте в доход. В этом мире маловато быть талантливым, гениальным, умным. Если свой талант не можешь использовать и не можешь превращать в доход, в этом мире маловато быть талантливым. Поэтому ускорьте, чем раньше начнете, тем лучше. Добрый день, Садмирот Довлатов. Пишет вам Сергей из Украины. Я просмотрел много ваше видео в Ютубе, прочитал ваши книги, как стратегия мышления богатых и бедных людей стать богатым может каждый. Вы очень часто говорите, что помогаете людям пробрести финансовую стабильность. Я сам лично понимаю, что такое финансовая защита, финансовая безопасность, финансовая независимость, то есть финансовая свобода. Я просто прошу подробнее объяснить, что такое финансовая стабильность. Отлично. Финансовая стабильность, это означает, что, внимание обратите, когда у вас появляется такой уровень жизни, когда вы уже за пределе финансовой защиты находитесь, вы уже начинаете прийти на уровень финансовой стабильности. Финансовая стабильность, это означает, что вы создавали стабильный доход, стабильный пассивный доход, который уже, независимо от того, иногда порою инфляция, какие-то изменения внешнего мира, политические изменения, экономические и так далее, сильно не влияет на вас, что вы можете стабильно развиваться и дальше двигаться. Вот это я называю финансовую стабильность. По большому счету богатый человек не тот, который только у него есть деньги, а богатый человек тот, у которого есть время, у которого есть деньги, у которого есть свобода выбора. Вот когда у вас эти три вещи появляются, значит у вас появится финансовая стабильность. Когда финансовая стабильность, вы более свободно мыслите, реагируете более свободно, сильно не нуждаетесь и так далее. поэтому вот это я называю финансовую стабильность возможно здесь когда у вас несколько источник дохода даже появляется для разных людей по-разному просто очень важно чтобы понять чтобы у вас появилась в стабильность стабильность она дает вам внутрь и спокойства и роста тогда вы развиваетесь поэтому старайтесь чтобы у вас фанацию стабильность появится ассалам алейкум сайт муродака в одном из видео вы сказали что не говорите людям брать кредите но в своем книге стратегия мышления богатых и бедных людей на странице 109 вы говорите если нужны деньги для бизнеса идите в банк и возьмите кредит этим вопросом я не хочу осуждать вас уточнить все-таки в шариате если как если какие-то исключения когда можно брать кредит спасибо ответьте пожалуйста кредит шариате читается haram поэтому брат под процент или дават под проценты всегда рам почему кредиты читается храм шариате потому что ти берешь под фиксирование проценты поскольку ты берешь под фиксирование проценты поэтому это читается haram а если исключение или нет как такова именно написано где-то фиксировано что вот таком случае идите берите нету но исламе говорит что если ты вынужден тогда разрешается например даже не дозволение становится дозволенным когда ты сильно нуждаешься даже мясо свинья тоже аром нельзя да или что-то вот такое даже лягушка или что-то нибудь тоже раб но если как лекарство тебе приписали его какой-то лекарь или какой-то так ты это делаешь поэтому о каких случаях если ты вынужден например какой-то похоронен случай какой-то слишком операция операция детей или что-то нибудь такой сложная ситуация что другого выхода ты не нашел другого выхода не нашел это другое дело потому что ты нуждаешься но постарайтесь никогда не брат кредите потому что кредит это как раковые заболевания похожи на это одинаково то есть она сильно 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 влиять на вас поэтому постарайтесь не брать его если это не дозволено не берите а если это скажем без него можно обойти лучше обойдите без него но если это видеть что без него не можете обойтись тогда ради бога но старайтесь конечно на наших территориях скажем еще нету альтернативные варианта например исламские банки и так далее если они были бы конечно вы пошли бы там брат можно раба или как там называется исламские условия но если его нет старайтесь не брат по мере возможности старайтесь не брат но когда они появятся все равно когда-нибудь появится они вот тогда используйте потому что использовать банковские деньги это возможность подниматься относится если вы грамотно используйте поэтому если шарецкий банки появится тогда используйте а если пока их нет постарайтесь не брат можете с партнерами работа так буду лучше чем брат кредите вот потому что когда вы берете кредит это ваш собственный риск а когда с партнерами работаете это совместный риск намного проще намного быстрее вы поднимаетесь избавитесь долгов и так далее сам рода влад в меня зовут армания из каракал пакистана город нукус мне 25 лет я случайно нашел ваш канал на ю тубе то есть в к ю тубе и начал смотреть ваши видеоролики много научился еще прочитал два вашей книги я и деньги я и деньги 2 первая книга мне многому научил просто открыл мне глаза вечером купили до утра читал суд вопроса вы в каждое выступление в ваших книгах говорите про тысячи долларов или 500 долларов дохода в месяц это про заработок каждый месяц многие зарабатывают около от 100 до 200 долларов в месяц наших регионах я работаю графическим дизайнером работаю в рекламном агентстве уже три года все что заработали а до этого дня потратил как вы говорили ваши книги сколько не работай все потратишь можно ли подняться со 100 долларов зарплаты накопить капитал открыть свой бизнес без кредита от банка зарплата 100 долларов это средняя сумма больше невозможно получать работы графическим дизайнером можно заработать 500 или тысяч если я сам открою рекламную агентству типографию или что-то похоже того посоветуйте как мне бить при зарплате 100 долларов в месяц что ваш от жду ваш ответ знаю и верю что ваш ответ изменит мою жизнь мою судьбу спасибо заранее вам сайну рада влада дорогой мой арман чтобы стать богатым чтобы стать богатым всего лишь всего лишь надо найти способ как один доллар заработать если ты нашел способ как один доллар заработать а потом научи его как 10 раз больше делать тогда будут у тебя 10 долларов а потом когда ты научился как 10 доллар заработать научиться т.д. страх увеличить это будут 100 долларов вот когда ты научился 100 доллар заработал теперь попробуй то же сами увеличивать десять раз то что ты делаешь именно в этом тогда у тебя доход будет тысячи долларов а потом и 10000 и больше и больше вся скрыт в том как ты думаешь увеличивает именно десятикратно то что ты умеешь делать уже можно при доходе 100 долларов тоже разбогатеть но это будет тебе начало если ты останешься на этом доходе это твой выбор ты хорошо что ты начали прочитать мои книги теперь ты прочитал книги я и деньги ты начал задуматься ты начали интересоваться прочитай мою книгу стратегии мышления богатых и бедных людей или либо найди видео урок зайди наш сайт попроси прописывать и прообретай наш тренинг стратегии мышления богатых и бедных людей тогда это позволяет тебе твое сознание изменить ты начнешь видеть новые возможности как 10 раз это увеличит вся проблема твоем мышлении твое мышление сейчас видит на уровне 100 долларов как ты изменишь твое мышление как ты думаешь если твоем городе твоем городе люди которые зарабатывают больше 100 долларов скорее всего есть согласись как ты думаешь в этом мире в этом мире если люди которые делают тоже сами графический дизайн зарабатывать больше конечно есть просто ты должен научиться этому вот и все поэтому про прочитаешь книга стратегия мышления богатых и бедных людей или либо посвящать тренинг я тебе рекомендую приобрести тренинг потому что в книге написал 32 отличие мышление богатых и бедных а в тренинге 54 отлич 56 уже в этом тренинг поэтому ты найди его души лучше тренинг найди послушай видео урок есть онлайн урок есть пройти их усваивай это тебя очень сильно помогает из как ты изменишь свое мышление ты начнешь видеть другие возможности и сами интересны сама жизнь начнете помогать развиваться разные варианты появляются разные люди появляются которые тебе будут поддерживать которые тебе будут помогать и так далее так далее и день за днем ты будешь расти 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 но это надо делать если не лишь результата не будет это нужно делать вот поэтому следующий вещь эти мне пишет что можно зарабатывать 500 долларов или тысяч долларов если открывать свою рекламную кампанию и так далее а почему бы не открыть почему меня открыть если ты будешь просто работать на зарплаты 100 долларов ждать что доход растет так не будет запомни чтобы доход вырос тебе надо делать что-то другое или делать то же самое то что ты делал раньше просто по-другому делать понимаешь я повторяю чтобы у тебя доход вырос значит тебе надо делать что-то другое или либо делать то же самое только по-другому только либо команда создать команда это делать и так далее либо это другой модель использовать и тогда только тогда ведь ты видишь успеха либо тоже сами график дизайн по интернете сидит дело но только заказы брат с европы все америке для них тут чуть дешевле для тебя чуть выгоднее всегда можно зарабатывать сейчас интернете есть другие другие способ есть дорогие друзья пишите комментарии что вы поняли из этого рубрика ставьте лайк рекомендую своим друзьям обязательно пишите хотя бы три вещей что вы поняли в комментариях можете тоже свой опыт тоже из свой совет давать рассказывать о своем опыте как вы думаете об этом только напишите что-то полезное просто болтать нельзя но что-то полезное писать чтобы это было пол это принесла польза кому-то не будет еще желаем успехов